МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости дня в студии Екатерины Яковсен. Наши корреспонденты готовы рассказать о главных событиях города и области. Вначале коротко основные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замминистра культуры региона задержан. Возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки. Ради будущего на селе. Школы в Пономаревском районе после капитального ремонта осмотрел губернатор. Одежда и обувь. Подарки к Новому году. Сколько россияне готовы потратить на распродажах в ноябре? Билеты в резиденцию Деда Мороза. Поезд зимнего волшебника прибудет в Оренбурге через месяц. Оренбургские ястребы в борьбе. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по слэдж-хоккею. Задержан замминистра культуры Оренбуржья. Накануне в здании министерства и в доме чиновника прошли обыски. Следователи подозревают Анатолия Чехеева в получении взятки в крупном размере. По материалам у ФСБ России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года подозреваемый из корыстных побуждений лично получил от директора строительной организации взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме более 400 тысяч рублей в обмен на общее покровительство. Оно потребовалось предпринимателю при проведении строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры в рамках нацпроекта. Чиновник Минкульта задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 9 ноября все школы Орска учатся в дистанционном формате из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Аналогичное решение принято и в Орском гуманитарно-технологическом институте. В течение недели сообщения о минировании ежедневно приходили в учебные заведения. Проходила эвакуация учащихся и персонала. Спецслужбы проводили обследование зданий. Решения о продлении дистанта или перехода на очный формат будут приниматься исходя из ситуации. К другим темам. Ради будущего на селе. Губернатор Денис Паслер посетил несколько образовательных учреждений в Пономаревском районе. В первую очередь глава региона оценил Софиевскую среднюю общеобразовательную школу после капитального ремонта. О новых возможностях для учеников узнали наши корреспонденты. Софиевскую среднюю школу не узнать после капитального ремонта. Денис Паслер оценивает изменения. В здании новые окна, двери, полы. Полностью заменена электропроводка, система водоснабжения, отопление и канализация. Теперь в каждом классе есть все необходимое для успешной учебы. Ноутбук, проектор, принтер. Ученики в восторге. Очень комфортно. Сейчас просто даже интереснее стало учиться. Сегодня вот у нас был русский язык и мы нам все показывали на проекторах. Удобно теперь не только получать знания, но и передавать их. Учители отмечают новшества, значительно улучшают работу. Мы можем проектировать и давать информацию более подробно детям. В каждом классе также появились у нас принтеры, что можно распечатать и сразу дать раздачный материал. Мы очень довольны нашим ремонтом. Модернизирован и пищеблок. В зоне приема пищи новые столы и стулья. Обновлен также спортивный зал. Теперь здесь не только удобная площадка, но и необходимый инвентарь. Особая радость для всех – появление актового зала на 90 мест. Здесь самый торжественный момент. Директор благодарит за второе рождение учебного заведения всех причастных. На деле убеждаемся, как улучшается социальный облик сел и городов. Хочу от всей души поблагодарить от имени всех работников школы, от ученического коллектива, всех тех, кто внес свою лепту в ремонт нашей школы. Школу отремонтировали в этом году по программе «Модернизация школьных систем». На работы было выделено более 37 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Для 87 учеников это настоящий стимул к развитию, а для их родителей – спокойствие. Уверенность родителей в том, что придя сюда, в эту школу, ребята получат современное качественное образование на хорошем оборудовании. И самое главное – в современных теплых, комфортных условиях. Конечно, я надеюсь, что с ремонтом и возвратом, скажем так, школ в систему образования и жизнь на селе, конечно же, она получит такую дополнительную уверенность в будущем. В эту школу привозят 12 учеников из села Максимовка. И места еще есть. Денис Паслер отмечает – три класса, тощик роста. И теперь уже современные кабинеты будут плюсом для переезжающих в село семей. В Оренбурге уже так капитально отремонтировали более 200 школ. В этот же день глава региона посещает и школу в поселке Река Дема. Ее построили в прошлом году. Некоторые ученики видят себя в будущем аграриями. Для них создан агрокласс. Цитата, какой лучший поображение – селозимых или негрозимых? Я думаю. А я думаю – селозимых. Давайте объясню, почему. Больше всего в лагере в какой период? В летний или осенний или селезимый? Ну и зимний, соответственно. Значит, если влаги будет больше, значит, серовые, наверное, будут похуже, чем озимые. Учреждения идут в ногу со временем. Усилия направлены и на расширение возможностей. Доцент из Оренбургского государственного университета. Читает лекции «День детства». В данный момент по проекту измельченности. В этом году включена договора совместного сотрудничества по школам 1287 города Москвы. Работа по созданию комфортных условий для школьников в оренбургских селах продолжается. Губернатор пообещал построить новый крытый хоккейный корс в поселке Рекодема. Об этом он заявил на встрече со спортсменами. Рост зарплат, развитие здравоохранения и образования, строительство дорог. Министр финансов Оренбургской области Татьяна Машкова рассказала оренбургским журналистам о бюджете региона на 2023 год и плановый период до 2025 года. Основной финансовый документ региона на следующий год спрогнозирован с доходом в 126 миллиардов и расходом почти в 145 миллиардов рублей. Дефицит в 19 миллиардов рублей областные власти планируют покрыть федеральными вливаниями и собственными источниками, среди которых налог на имущество, прибыль, акцизы и налог на доходы физических лиц. А это почти четверть всего бюджета. Рост последнего налога говорит и о росте зарплат бюджетников. По налогу на доходы физических лиц объем 25 миллиардов 319 миллионов рублей, это тоже с приростом к текущему году, растет фонд оплаты труда. Люди все более и более часто и с большими объемами обращаются за возвратом НДФЛ, за такими налоговыми вычетами, за лечение, за образование, за занятие спортом. За возвратом налога в текущем году уже обратилось около 400 тысяч оренбуржцев. Средний размер возврата вырос до 12 с лишним тысяч рублей. Основными статьями расходов являются здравоохранение, образование. В следующем году увеличится финансирование патриотического воспитания. На строительство и ремонт дорог заложено более 16,5 миллиардов рублей. На эти деньги будет обустроена транспортная система Оренбург-Орск. Отремонтированы местные дороги. Почти половина из этой суммы заложена в проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Реализация национальных проектов в следующем году оценивается в 21 миллиард рублей, половина из которых выделяется из регионального бюджета. Дефицит у финансистов не вызывает опасения. Как правило, по итогам года бюджет становится профицитным. Основному финансовому документу региона еще предстоит пройти принятие законодательным собранием в двух чтениях. И подпись губернатора. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что будет далее в программе. Одежда и обувь. Подарки к Новому году. Сколько россияне готовы потратить на распродажах в ноябре? Билеты в резиденцию Деда Мороза. Поезд зимнего волшебника прибудет в Оренбуржье через месяц. Оренбургские ястребы в борьбе. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по слэдж-хоккею. Новости дня. Почти четверть россиян готовы потратить от 30 до 50% своей зарплаты во время распродаж. И лишь 5% готовы расстаться с месячным доходом. Больше всего в ходе таких распродаж в России тратят жители Новосибирска, Воронежа и Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Москвы и Уфы, Челябинска и Красноярска, Санкт-Петербурга. Эксперты добавляют, что россияне приобретают на распродажах товары в основном для себя, детей и супругов. Также респонденты планируют приобретать на ноябрьских распродажах подарки на Новый год. Более половины опрошенных приобретают презенты, если попадется что-то интересное с хорошей скидкой. Помимо подарков россияне покупают и товары про запас, одежду и обувь на зиму и лето, а также товары для дома, вещи ребенку на вырост, продукты длительного хранения. И в продолжении темы. Покупки через интернет. Удобство на грани опасности. Число тех, кто хоть раз в жизни заказывал товары онлайн, неуклонно растет. Так же быстро, как и число обманщиков, жаждущих поживиться за счет неосторожных покупателей. В программе «Прямой эфир» гости в студии ОРТ рассказали, как не попасться на удочку мошенников. Заказать необходимые товары, будь то одежда, обувь или электроника, сидя на диване, реальность нашего времени. Однако всегда существует вероятность, вместо долгожданной покупки лишиться денег, ведь велик риск наткнуться на мошенников. Они обитают даже на надежных и проверенных интернет-площадках. Способов в их арсенале множество. Один из самых популярных – использование вишенговых сайтов. Злоумышленники создают копию или копируют оригинальный сайт, размещают его на домене сайте, где название, похожее на оригинальный сайт, может отличаться одной буквой. Он считает, что он находится на настоящем сайте, совершает покупку, также через корзину, через оформление заказа, приходит подтверждение на электронную почту, деньги списываются благополучно, но он через несколько дней понимает, что товар ему не будет доставлен. В таком случае деньги уходят на счета третьим лицам, и злоумышленникам остается только вывести их через банковские карты. Причем выяснить, кто именно затеял аферу в этом случае непросто. Часто настоящий владелец карты давно ее потерял либо продал. Потому совершать покупки в интернете стоит, однако нужно быть внимательным и осторожным. Не переходить с проверенных площадок в мессенджеры, не оставлять свои данные, если существует хотя бы минимальное сомнение в честности продавца, и завести дебетовую карту, единственным назначением которой станут покупки онлайн. Поезд Деда Мороза прибудет в Оренбургскую область ровно через месяц, остановится в двух городах – в Оренбурге и Орске. Главный зимний волшебник подарит новогоднее настроение юным жителям региона. Поезд Деда Мороза – празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которого 19 вагонов, в том числе салон «Приемная», вагон «Сцена» и вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов. А пассажиры этого поезда – всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, «Снегурочка» и «Сказочная команда». Встретить их, а вместе с ними и новогоднее настроение, оренбуржцы смогут 9 декабря. На железнодорожный вокзал Орска поезд прибудет в 10 утра, а в 5 часов вечера встретить Деда Мороза можно будет уже в Оренбурге. Юных гостей и родителей будет ждать развлекательная праздничная программа. Кроме того, в Оренбурге можно будет попасть и в саму передвижную резиденцию по заранее приобретенным на сайте РЖД билетам. Напомним, свой путь праздничный поезд начал еще 22 октября. Из Великого Устюга он отправился в путешествие по стране. В его маршруте более 33 тысяч километров железной дороги России и остановки более чем в 130 городах страны. О спорте. В Ханты-Мансийске завершился первый этап чемпионата России по слэдж-хоккею. В числе команд-участниц в борьбу включились Оренбургские ястребы. В роли хозяина туры выступал действующий чемпион страны Югра. Расписание было сверстано для 9 клубов, два из которых из Нижегородской и Челябинской областей не смогли принять участие в турнире. Таким образом осталось 7 команд. Каждая провела по 6 матчей. Один из лидеров Удмуртия в межсезонье претерпел изменения в составе и пока далек от стабильной игры. Кардинально обновился и вице-чемпион страны Подмосковный Феникс. Не менее серьезные кадровые проблемы у оренбургских ястребов. Команда потеряла двух лидеров. Оба, Алексея Ереминых, защитник и нападающий национальной сборной страны, перешли в Югру и существенно усилили пятикратного чемпиона России. А наш клуб и так, выступавший двумя неполными пятерками, теперь имеет всего одну. И, конечно, крайне сложно играть весь матч без замен. Обратные примеры. Здорово усилившаяся сборная Москвы и особенно дебютант – тульский АКМ «Следж». В Тульской области функционировали три команды – из Олексина, Новомосковского и областного центра. Они объединили ресурсы, на базе Академии Михайлова организовали боеспособный коллектив и стали открытием тура, уступив только хозяевам, причем в упорной борьбе. Ястребы крупно проиграли АКМ, Фениксу, Югре, а еще три встречи завершили с разницей в одну шайбу. Со счетом 1-2 уступили Москве, 2-3 – башкирским пиратам, зато взяли вверх 4-3 по булитам над самым принципиальным соперником – Удмуртией. Второй тур чемпионата пройдет в феврале будущего года. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня. И теперь информация об отключениях. «Водоканал» сообщает об ограничениях в связи с проведением технических работ по врезке запорной арматуры. 10 ноября с 10 утра и до 10 вечера будет отсутствовать холодное водоснабжение в районе, ограниченном улицами. Просторный, Родимцево, Загородном шоссе, Джангильдина. Снижение давления в сети холодного водоснабжения ожидается в районе, ограниченном улицами. Транспортный, проездом Северным, Родимцево, Солмышской, Джангильдина, Загородном шоссе, Гаранькино. А также в микрорайоне Расташинские пруды. В ночное время с нуля до 2 часов 11 ноября холодной воды не будет в промышленном районе, маяк и подмаячный поселок. Список улиц на вашем экране. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам потребителей. Росводоканал Оренбург приносит жителям извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефону 37 00 00. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте областным музеем изобразительных искусств. Победитель получит возможность бесплатно посетить один из музеев города. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова